Я очень прошу, чтобы мне помогли сюда вышли Николай Стародымов, пожалуйста, Александр Карпенко, Михаил Минаев, будьте любезны, сюда подойдите, пожалуйста, потому что я хочу, обращаясь к Валерию Монастыреву, пригласить его тоже сюда, а если уж я что-то говорю, я должна сразу уметь и обниматься, у меня должны быть руки свободные. Микрофон отдать, я хочу, кем-то. Дорогие мои друзья, так, можно сейчас каждому по очереди дать все, одному, одному, давай тебе вот медаль, так, Мишка, ты вот это вот держи, ты держишься со мной, медаль, и ты держи диплом, чтобы всем показать, так, или кому, вот пошел, держи диплом. Вы знаете, дорогие друзья, я хочу сегодня по представлению клуба «Война и мир» наградить золотой медалью фронтового корреспондента Константина Симонова, Валерия Монастырева. Я хочу это сделать в присутствии, я вот сюда не попросила Сергея Сальникова, я прошу прощения, потому что он на работе, сделать в присутствии, это уже лауреатов золотой медалью Константина Симонова. Я хочу сказать, почему я этой медалью в памяти Великой Отечественной войны совершенно с потрясающим низким поклоном награждаю сегодняшних вот этих молодых мальчишек. Потому что, пройдя все свои войны, никто из них на свою войну не опоздал, пройдя все свои конфликты, они уже достигли того зрелого возраста, когда они за Родину идут, как те самые их отцы, которые завоевали нашу победу Великой Отечественной. И сегодня, к сожалению, в нашем Отечестве немножко хромает информационная война. К сожалению, в нашем Отечестве нет грамотных интеллектуальных программ противостояния. Но я считаю, вот то, что делают наши мальчики своими стихами, песнями, статьями, мыслями, публикациями, это то самое интеллектуальное противостояние войне, насилию, подлости, пошлости. И именно они всей своей военной карьерой всегда боролись за мир. И если мир принадлежит нам, то их в этом часть и участь велика и достойна. И сегодня, награждая здесь в присутствии уже кавалеров медали Константина Симонова, награждая именно Валерия, я хочу его наградить за ту трепетную песню «Сирень», от которой все женщины всегда красиво задыхаются. Я хочу поклониться ему за ту степень поэзии в песне «Мама», которая родилась, когда он пел ее перед мальчишками на поле боя. Я хочу ему поклониться за то понятие «великая пограничник», потому что граница между Родиной и тем беспределом, она есть. Она есть в сердцах, она есть в географии, она есть в истории, она есть в его судьбе. Валера, позвольте тебя наградить медалью, золотой медалью фронтового корреспондента Константина Симонова, потому что каждая твоя песня – это как фронтовая сводка о победе, о любви, о значимости нашего Отечества. Ура, давай! Включается золотая медаль с удостоверением и диплом. Держи. Депло! Обмывается! Миш, а ты за закуской беги. Ау, а для средств массовой информации повернуться? Да. Валера, аккуратненько. Замедленном, где есть, валя. Неожиданно, возможно, для вас, но все-таки с великим воспоминанием, служу Советскому Союзу и России. Браво! 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 Ай, дай полюс. Браво! А лично от меня я тебе дарю песка. Это Донская хоровая капелла. Называется «Воспойте Господу песню новую». Это знаменитая Донская хоровая капелла. Это в честь твоего казачьего рода. И это тебе как вдохновение на все твои новые песни. Обличный бит на грунт. Лично. А потом, давай. Лично. Я без ручков грунт плохо вижу. Я сразу с плацелеком вижу. По частям не воспринимаю. А диплом бестонима, да? Который в плавиши. В фульков. Да.